Рабочий график Александр Лукашенко в Приморье был плотным и емким, включающим в себя и деловые переговоры, и посещение объектов культурно-образовательного комплекса на острове Русский, где работают в том числе белорусские специалисты. Учебный корпус среднемузыкальной школы, тоже процент готовности у нас 90%, приступили к финишной отделке полов, стен, покраске, потолки, на финише системы все готовы, внутренняя вентиляция, кондиционирование в полном объеме. Вводим в сентябре, полностью в образовательный центр. Также президент Республики Беларусь посетил Дальневосточный федеральный университет, где познакомился с многообещающими проектами ученых и студентов вуза. Также мы разрабатывали протез. В нашей команде есть человек, у которого нет ноги. Мы хотели попытаться решить эту проблему, как-то упростить его жизнь. И разработали такой интересный протез. Его уникальность в том, что в нем встроена нейронная сеть, которая обучается уникальной ходьбы каждого человека. И то есть человеку проще приспособиться к новому протезу. Можно сказать даже, что протез приспосабливается к человеку. Одним из завершающих аккордов поездки на остров в Русский стал визит в Приморский океанариум, после которого Александр Лукашенко и глава Приморья Олег Кожемяк ответили на вопросы журналистов. Я еще хотел бы посетить Дальний Восток, но уже на больший промежуток времени, чтобы здесь можно было по этому океану походить, посмотреть. Когда Олег Николаевич рассказывает про Приморье и особенно про этот остров, как это все создавалось, человек выросший здесь, тогда еще интереснее становится и желание. Очень много. Олег Кожемяк, отвечая на вопрос про основные итоги президентского визита, отметил его огромную роль. Вы видите белорусские продукты, мы видим белорусскую технику, мы туда отправляем и борную кислоту, и продукты. Это те новые возможности, которые дает всегда визит президента для того, чтобы еще были плотнее связи с тем, чтобы мы еще больше были интегрированы друг в друга. И по этим направлениям в развитии сельского хозяйства, сборочного производства, сервисных центров мы как раз и проводили наши встречи. Поэтому я думаю, что культурные обмены, которые у нас активно начались в прошлом году, они будут продолжены и расширены. И само по себе нахождение и Александра Григорьевича, и большой представительной делегации, это дает возможность нам шире раскрыть свой потенциал, посмотреть на взаимоприемлемые условия работы, ну и еще ближе и вполне работать с нашей братской, с братским государством, Республикой Беларусь. Напомним, что президент Республики Беларусь в ходе визита в Приморский край озвучил большие планы союзного государства на Дальний Восток и подчеркнул роль губернатора Приморского края Олега Кожемяка в упрочнении дружеских и экономических отношений. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.